дорогие друзья всем большой привет с вами канал супер отпуск на даче и у нас друзья сегодня будет опять домашнее видео но как вы можете видеть начинаем его в таком немножечко немножечко припорошенным снегом зимним саду сегодня у нас второй день зимы и немножечко морозить может быть минус 2 минус 3 вот такой прекрасный морозить яркое солнце я друзья хотелось сейчас закрыть свои сам шиты покажу вам какие-то буду делать для чего расскажу главным образом надо закрывать сам шиты расскажу почему 10 лет я их вообще не закрывала вот в общем сегодня друзья разберусь сам шитами и пока мы с буяна вдвоем иди мой хороший пока друзья мы с буяна вдвоем но к вечером я уверена к нам присоединиться паша поскольку я планирую сегодня еще и чего-нибудь испечь как всегда не знаю друзья планировала вкусные домашние печенье из детства которые мы с мамой пекли очень давно давно когда я была ребенком училась школе прокручивали через мясорубку на них надо очень мало продуктов там буквально масло мука вот по моему все но для начала друзья сейчас конечно же укрою самшиты до прогуляемся чуть-чуть с вами по саду по-зимнему ну а пока друзья пойдемте приниматься за работу укрывать наши самшиты от буяна вот от этого проказника которых очень очень любит вот я сейчас надежненько их от него укрою давай лапа молодец молодец ты не будешь помогать сегодня чем друзья сегодня вместо паши мой помощник будет буян я надеюсь дело у нас будет спориться друзья он кушает снег потому что сейчас зимой вода замерзает да хоть мы мы наливаем в миску воды конечно стараемся его попоить но вода замерзает но в общем животные на то они животные у них они с природы единое целое и конечно же они едят снег поэтому буян с огромным удовольствием зимой грызет снег а вот сейчас из своего любимого самшита ты в общем да снежок грызешь да буян ну ладно отойди да я покажу как я буду укрывать самшиты иди иди на место для чего же нам укрывать самшиты самшиты нам надо укрывать на зиму главным образом от яркого зимнего и весеннего солнца если вы думаете друзья что сам шита в вашем в условиях средней полосы россии будет холодно и укрывать их надо для тепла вы заблуждаетесь они прекрасно зимой друзья мои вот этим самшитом обоим им по 10 лет и я их вообще никогда не укрывал вот до сегодняшней зимы и да почему я объясню дело в том что в этом году я пересадила а до этого они у меня друзья росли под огромным огромным разлапистым можжевельником горизонтальным и он их закрывал от яркого весеннего солнца но конечно же никакого тепла он им не давал несмотря на это друзья самшиты мои прекрасно зимовали все 10 лет ни разу они не подмерзали от солнца их всего лишь прикрывали огромные лапы можжевельника поэтому если вы озаботились тем как вашим самшитом перезимовать так вот знаете если вы находитесь до ваш сад ваш огород ваша дача находится в условиях в климате средней полосы россии то вам надо всего лишь прикрыть их от солнца это конечно можно сделать и попозже но мне удобно это сделать сейчас знаете еще я преследую такую причину что именно в этом месте буян облюбовал эти самшиты и в общем поднимать на них лапу я просто хочу прикрыть и для того чтобы у него не было соблазна вот на самом деле друзья да почему мы прикрываем вообще самшиты от солнца вот так же как и туи дело в том что все-таки самшиты как и туи это у нас растение южные и они их корневая система она просыпается позже до чем вот их как у ту их хвоя у самшитов это крона да и крона под ярким весенним или зимним солнцем может у самшита проснуться раньше времени и пойти в рост до какие-то почки развиваться а так как питание им брать еще не откуда корневая это спит ну собственно говоря самшиты таким образом и горят так же как и туи поэтому очень хорошо прикрыть их конечно же от солнца чего я и сделаю потому что сейчас никакого можжевельника никакой защиты у меня больше у самшитов нет и поэтому друзья я вот взяла вот такое приспособление придумала вот такую сетку строительную ну просто его так до свернула колечком одеваю сверху на самшиты и буду сейчас на них вот на эту сетку укреплять вот такой спонпонт да это шестидесятка свернуты в два слоя в принципе одного слоя достаточно если мы всего лишь прикрываем от солнца ну просто мне не хочется резать я решила оставить в два слоя а ось еще куда-нибудь пригодится и просто сейчас вот так вот оборачиваю оберну друзья и закреплю до либо степлером либо нитками зашью степер чет найти не смогла но в общем что-нибудь придумаю а Прям точно отрезала, знаете, как будто отмеряла. На самом деле, не отмеряла, конечно, но так получилось. Вот такой шов у меня получился. Сейчас обложу по кругу камушками и, собственно говоря, еще, наверное, прищепну как-то вверх. На самом деле, это очень хорошее воздушное укрытие, потому что там внутри достаточно воздуха для того, чтобы растения наши под яркими весенними лучами солнца не сопрело. Лучше, конечно, в таких целях использовать какой-то материал, может быть, мешковину, да, вот так по кругу. Но, друзья, у меня мешковины нет. Я решила, да, закрыть вот все-таки с понпонтом. Но, опять же, какое у меня большое там расстояние, да, сколько там много воздуха. То есть растение не сопреет. И, смотрите, вот еще такой момент, да, для того, чтобы наша ткань под тяжестью снега, да, даже если бы я сейчас зашила или застеплер, или как-то закрепила, не падала сюда на самшит, да, и не, собственно говоря, на нем не повисала. Вот тебе и все загниение от этого и происходит. Я придумала вот такую решетку, друзья. В общем, все подручные материалы идут в ход. Вот сверху закрепила такую решеточку. И на нее вот так сейчас просто ткань заложу. Да и, собственно говоря, и зашивать тогда не надо. Просто сейчас либо какой-то брусок, либо, да, камни положу. И вот укрытие готово. И немножечко прижму. Ну, вот здесь вот, внизу его. Ну, знаете, у нас в этом году буян стал намного спокойнее. Это в прошлом году. Он прям так рвался все открыть, все растащить. В этом году, слава богу, вот уже давно все прикрыто. И ни разу он, так сказать, не произвел попытки что-либо раскрыть, растащить эту ткань, как-то ее порвать, покусать. В общем, уже такой стал достаточно умный мальчик. Ну, вот, собственно говоря, укрытие готово. Переходим к следующему. И вот так у нас проходит сегодняшний зимний прекрасный солнечный день. Ну, вот таким образом укрыли мы сегодня самшиты. И от яркого весеннего солнца, и от буяны, я надеюсь. Да, буян? Больше ты к самшитам никак у нас не проберешься. И пойдемте, друзья, покажу вам еще розы. Почву покровной розы еще не укрыла. Многие об этом спрашивают. Укрываю ли я на зиму почву покровной розы? Да, укрываю. Но пока еще открыто. Пока еще не укрывала. Ну, хотя уже можно. Ну, вот, мои красавицы. Немножечко подмерзли, мои хорошие. Ну, ничего. Такой легкий морозец до минус 7, до минус 10, да. Если прям не постоянно, а только минус 10 держится. Он для них даже полезен. И вообще, почву покровной розы, они, конечно, достаточно зимостойкие, друзья. Ну, собственно говоря, почему? Потому что они их земле клонятся. И сами по себе вот вид такой, да, зимостойкий. Считается почву покровной розы. Но, несмотря на это, я, конечно, друзья, не рискую. Я все равно их укрываю. Но делаю это, как правило, немного позже. Вот эти розы я всегда укрываю позже. И я думаю, в следующем блоге обязательно с Пашей покажем, как будем их укрывать. Потому что все-таки думаю, что время пришло. Но здесь такая, как вы видите, большая-большая у нас траншея. Они посажены вот так в ряд. У меня здесь 4 почву покровной розы. Одна из которых розовая. Она просто, друзья, дала корни. И там уже несколько кустов новых. Причем достаточно больших. Я увидела это в этом году весной. Но увидела уже поздно. Когда рассаживать, ну, как сказать, не решилось. Надо немножко пораньше. На следующий год, вот как следующим годом открою. Вот в апреле буду отсаживать там 3 или 4 куста, друзья, уже достаточно больших. Вот у этой розовой розы. Ну, такие совершенно розы, которые не требуют от вас особого ухода. Редко очень болеют. У меня вот ничем даже не страдают. Ну, все-таки я их укрываю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы вдоволь нагулялись, поделали кое-какие дела в саду. И теперь самое время нам взяться за выпечку. И сегодня, друзья, я хочу испечь очень вкусное, легкое выпекание с минимум продуктов. Домашнее печенье. Это печенье, друзья, из моего детства. Я помню, что когда я была маленькая, мы с мамой практически каждый выходной выпекали это печенье. Помните, друзья, такое печенье, которое прокручивалось через мясорубку. Раньше, еще в советское время, были такие ручные мясорубки. И вот, друзья, именно такое печенье я хочу сегодня испечь. Правда, мясорубки, конечно, у меня ручной уже нету. Мясорубка электрическая. Говорят, мне не очень удобно прокручивать это тесто. Но попробую, друзья. Продуктов нужен самый минимум. Это мука, 3 стакана, 3 яйца, стакан сахара, 250 грамм размягченного сливочного масла или маргарина. Так, друзья, что еще-то? Так вроде ничего. Ванилин, сахарная подра на обсыпку. И, конечно же, нужен разрыхлитель. Но, друзья, я покопалась в экзакромах, давно не была в магазине. И разрыхлитель не нашла. Зато, конечно же, у меня есть сода. И вспомним старые добрые времена. Будем соду гасить с помощью лимона. У кого есть уксус, тоже подойдет. Но я почему-то люблю пользоваться лимоном. Итак, начнем. Ну, для начала взбиваем 3 яйца со стаканом сахара. Можно использовать 2 яйца в том случае, если яйца у вас большие. Если яички такие не очень большие, среднего размера, то 3. Добавляем вот такой стакан сахара. Ну, в принципе, сахар, друзья, он всегда по вкусу. Я, например, не очень люблю печенье сладкое. Поэтому, возможно, я добавлю чуть-чуть меньше. Но кто-то любит сладкое. Кому-то, может быть, и стакана будет мало. Но я, наверное, весь высыпать не буду. Потому что сверху еще буду посыпать сахарной подрой. Поэтому, думаю, ну вот такого количества достаточно. Чуть больше, чем половину. И взбиваем, друзья. Если у вас есть миксер, конечно же, хорошо это сделать миксером. До белой пены взбиваем. Если у вас есть венчик, еще лучше. Ну, друзья, мы живем в этом доме совсем недавно. Еще не всю кухонную утварь я купила. Тем более, сейчас, если честно, друзья, вообще предпочитаю не ходить в магазины. Не портить себе нервы. Мне это очень тяжело удается. Стала заказывать на дом, друзья, продукты. Из интернет-магазинов. Вот, мне так проще, мне так легче. Уединилась. И вот провожу время на даче, на природе. Вместе с Буяном гуляем, выпекаем. Делаю видео для вас. Работаю, друзья, из дома. Ну, вот такая жизнь. Увы. Добавляем вот в эту массу, в хорошо взбитые яйца с сахаром, размягченное сливочное масло. Еще раз повторяю, что можно использовать маргарин. Я помню, что в советское время мы всегда с мамой, конечно же, использовали маргарин. Это было дешевле. Вот. И маргарин, он всегда применялся в выпечке. Вот. Но сейчас у меня оставалось в холодильнике неиспользованное, немного полежавшее, такое сливочное масло, которое очень хорошо у нас идет в выпечку. Ну, вот, его я, пожалуй, буду использовать. Взбиваем, друзья, очень хорошо. Взбиваем вот это масло, да, вот, соответственно, с сахаром и с яйцами. Решила, друзья, я все-таки воспользоваться кухонным комбайном, потому что все-таки он смешает это все гораздо лучше, что, соответственно, отразится у нас, да, на качестве нашего печенья. Добавляю, друзья, сюда пакетик ванилина. Запах сейчас будет обалденный от ванилина. И пакетик разрыхлителя, если он у вас есть. Ну, одна чайная ложка разрыхлителя нужна, либо половина чайной ложки соды, соответственно, гашеной уксусом, либо лимонной кислотой. Я сейчас, друзья, буду гасить лимоном. Итак, что мы делаем? Мы берем половину чайной ложечки соды и выжимаем сюда лимончик. Сода наша пенится, и происходит такое, да, гашение. Ну что ж, добавляем соду. И все еще раз хорошо взбиваем. Потрясающе пахнет ванилином и лимоном. И субстанция становится очень похожей, друзья, на масляный крем. Помните, раньше в советское время, если кто пек, знает торт Наполеон. Вот там нужен был масляный крем, такой с маслом и с сахаром. И вот субстанция сейчас очень похожая. Ну, еще немножко собью, и, пожалуй, хватит. Ну, и дальше, собственно говоря, нам остается только добавить муку. Сейчас вылим получившуюся взбитую такую массу у нас в миску, и будем добавлять сюда потихонечку, вымешивая, 3 стакана муки. Причем, друзья, мука, конечно же, у вас должна быть просеянная, и добавлять ее надо очень и очень осторожно, потому что тесто будет замешиваться туго. Тесто у нас будет очень такое, знаете, тугое, жесткое. Все-таки мы будем его потом прокручивать через мясорубку, и оно должно сохранять вот такой узор из мясорубки. Такой момент, друзья. У вас должно получиться очень-очень густое тесто. И, вы знаете, если вы сомневаетесь в его густоте, можно еще добавить немножко муки, потому что, как я уже сказала, мы сейчас будем закладывать тесто в мясорубку, и фокус именно всей оригинальности этого печенья, она состоит в том, чтобы у вас должен остаться такой мясорубочный узор. Поэтому вот у меня тесто, в принципе, густое, но я все-таки слегка еще добавлю муки. Это не будет лишним, ну, прям совсем немножечко. Тут, может быть, 1 треть стакана. И хорошо еще ее вот так вот вымешаю. Можно, кстати говоря, помешать даже тесто руками. Вот в тот момент, когда оно у вас вот такое хорошее, крутое, оно хорошо вот так вот проминается руками. И такое эластичное, но в то же время достаточно такое тверденькое, густое тесто. Вот. И я думаю, что сейчас у нас узор точно должен получиться на отлично. Ну и гвоздь программы. Самое интересное, к чему мы подошли. Берем, друзья, наше густое тесто, выкладываем его в мясорубку и включаем. Сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Берем ложечку теста. Выкладываем его в мясорубку. Я, друзья, видите, уже подставила противень, на который постелила пергаментную бумагу. Предварительно на противень я полила подсолнечного масла, промаслила эту бумажку. И вот сейчас прямо сюда будет падать наше печенье. Но нам, друзья, надо будет его подхватывать. Поэтому возьмем ножик. Тут надо будет вовремя отрезать. В общем, друзья, сейчас посмотрим. Пока еще сама не знаю, что будет получаться. Я помню, что в детстве, еще раз повторюсь, с обычной ручной мясорубкой это получалось очень легко. Но вот с электрической сейчас проверим. Ну, слушайте, по-моему, получилось. Прямо как в детстве. Посмотрите, какой узор потрясающий. Вот точно так же, друзья, мы делали с мамой в детстве. Ну, как вы видите, в принципе, друзья, все получается. Единственный не очень неудобный момент здесь заключается в том, что надо вовремя нажать на кнопку и остановить мясорубку. Да, когда мы раньше крутили вручную, как-то это было проще. Да, крутишь, крутишь, раз перестаешь крутить. Здесь надо вовремя нажимать на кнопочку. Тесто, в принципе, такое, знаете, достаточно хорошо держит форму. Я вот даже могу его подвигать. Так что, в общем-то, я говорю, тесто, вот, тот главный момент, чтобы оно было крутое. И все будет получаться. Ну что, пробуем дальше. Я думаю, что я сейчас первый ряд приноровлюсь, а дальше мне уже пойдет все как по маслу. Ну, слушайте, друзья, вообще все получается. Я, если честно, даже не ожидала. Я почему думаю, что с этой мясорубкой будет намного сложнее. Оказалось, не так все и сложно. Вот этот чуть-чуть рассыпался, но ничего страшного, друзья. Я его отлично подобрала. Крутим дальше. Угу. Угу. Ну что ж, первый противень, печенье, друзья, у меня готов, я его все-таки накрутила, оказалось это не так сложно, потом вот эти средние ряды, я просто, друзья, немножко подхватывала тесто рукой. К сожалению, сегодня я одна, готовлю одна, снимаю одна, поэтому не все мне удобно, не весь процесс для вас снять, но я думаю, что в принципе вы поняли, как и что делать, да, и теперь, друзья, мы отправляем это печенье в хорошо разогретую духовку. Разогретая она должна быть до температуры 180 градусов на 15 минут. Субтитры подогнал «Симон» Друзья, на запах подоспел Паша. Как ваш запах? Да просто, сваливает меня с ног. Давай быстрее доставай и будем пробовать. Ну, и ты еще знаешь, так вкусно пахнет ванилин, потому что, когда добавляешь ванилин, ванильный сахар, конечно, всегда запах умопомрачительный. Ну, конечно, надо попробовать и на вкус. Давайте посмотрим, друзья, прошло как раз 15 минут, печенье наше подрумянилось, посмотрите, и самое время его доставать. О, так. Кстати говоря, сразу, друзья, закладываю второй противень, посмотрите. Еще один противень. И вот у меня даже еще немножко теста осталось. Еще, наверное, штуки на 4 точно. Оно, наверное, тоже вкусное такое, второе. Паша, оно... Паша, оно знаешь... Нет, оно жирноватое. Если помнишь? Ну да, но это все-таки тесто не на пироги, оно такое жирноватое, песочное. Смотрите, как прекрасно снимается, друзья. Просто замечательно. Нисколько не подгорело, но у меня есть такой способ, я уже про него рассказывала. Я ставлю в воду, да, под противень. Смотрите. Ну, можно немножечко побольше поджарить, это кто как любит. Вот посмотрите, какая прелесть. Скажи, какого-то осьминога напоминает, да? Ну, знаете, друзья, это печенье для детей. У кого есть детишки маленькие, дети или внуки, вот это прям для них. Я помню, что когда я была маленькая, ой, мы с мамой каждый выходной пекли такое печенье. Ну, как вы видите, оно достаточно просто выпекается. Нужен абсолютный минимум продуктов. Вот, и быстро. Бывает еще, знаете, там маргарин залежится, остатки масла. Вот как раз, а уж три яйца, мне кажется, всегда найдется у всех. И три стакана муки. Ну, что, и посыпаем сверху сахарной пудрой. Прям как пончики. Ну, что ты. Сейчас будем пробовать. Ты с чем будешь, Паш, с молоком? Или с кофем? Да, с молоком. Ну, я знаю, что ты любишь с молоком. А я, друзья, сейчас наведу себе кофе. Буду с кофем. Паш, ты прям как маленький выбираешь. Да, да, сам поджаристый беру. Поджаристый? Аккуратно, ты горячий, мне кажется. Ты знаешь, я хочу стать маленьким. Ты знаешь, ну, у нас есть маленький, в принципе. Я думаю, ему очень понравится. Ты думаешь? Да. И ты все-таки не перловая каша, думаешь, заценит, да? Сто процентов. Наш маленький сказал, что вот Буян заценит точно. Вот он самый маленький, и он сто процентов заценит. Но мы его сейчас угостим. Ну, Паш, расскажи, вкус как из детства. Ты ел в детстве такие печенья? Расскажи, тебе мама такие пекла? Или вы такие не выпекали? Именно такие нет. Такие нет, да? Паутинка с такой нет. Первый раз я как бы это... Вот так вот. Ну, не первый раз, от тебя я это вижу. Но в детстве ты таких не ел, ты хочешь сказать? Нет, таких в детстве не ел. Слушай, а я думала, все такие в детстве ели. Мне кажется, это такое распространенное печенье, видишь? Оказывается, еще и не все, да? Вот так вот. Ну, ваша мама, она как-то больше любила, мне кажется, пирожки печь, да? Она у вас по пирожкам специалист. Да, и блинчики. И блинчики, да, да. Ваша мама, друзья, совершенно потрясающе печет блины. Причем на дрожжах. Мне очень нравится, как она делает. Она очень любит выпекать пирожки. А вот что касается всяких печеней, да, чего еще, тортов, это как-то я больше люблю. Это Светлана, да. Ну, в общем, Паш, советуешь печь по такому рецепту? Очень, рекомендую. Обязательно. Ты знаешь, я вот жую, жую, ем, ем, никак не могу понять, что же напоминает-то мне. Вот Куравье, кажется, вот печенье на Куравье похоже чем-то. Песочное, потому что. Да, не полностью, но что-то есть. Ну, я попробовала, да, друзья, на самом деле напоминает печенье Куравье или Куравье, как оно правильно, мне кажется, Куравье. Вот, и действительно оно такое, очень напоминает. Ну, а что оно? Обычное песочное печенье, свежее, вкусное, домашнее. Вкуснее, ребята вкуснее, говорю, сто процентов. Иди скорее. Иди, мой хороший. Ну и скорее. Возьмите. Я ему дал вчера сарделечку, он мне прям с пальчиком ее, хоп. Ну, сарделечку, а это печенюшка. Прикусил. Кстати говоря, друзья, собакам, конечно, сладкое нельзя. Вот, ну ладно, мы в виде исключения от печенья. Ну, он так в окно, смотрел, наблюдал, ждал, пока ты ему дашь. Все-таки угостил. Пек с тобой. Все-таки угостил, да. И он сам шей-то со мной в безязи не открывал. Поэтому, ну вот, пьяным все-таки угостил. А вообще, друзья, ни с чем не сравнимо удовольствие вот так выйти зимой с чашечкой кофе на улицу, да, и немножко полакомиться. Тебе еще дать, мой золотой. Хватит, а то глазки заболят. Попроси, буй, буй. Очень вкусно. У Светланы попроси скорее. Попроси. Как ты просишь? А? Вот так. Ой, ты кушаешь. Вот так он просит. Светлана, сухая, хорошая. Нет, обычно он еще на задней лампах встает. Ладно. Да, чашка кофе на таком легком морозце. Прямо, наверное, великолепно, да? Замечательно, да. Ну, вот такое видео у нас, друзья, сегодня с вами получилось. Если оно вам понравилось, мы искренне рады. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, те, кто еще не подписан. Обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, новые домашние блоги, новые рецепты, новые посевы семян в скором будущем. А я, друзья, с вами прощаюсь. Желаю вам прекрасного зимнего настроения, вкусной выпечки и всего самого хорошего. Пока-пока, друзья. Ну, просит. Он просит теперь. Попроси у Светланы, попроси. Попроси скорее, Буян. Батя, 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 Батя сладкая. Батя, Батя. Вот так вот.